Возвращается Алексей Лазукин, телеком-новация. Тема о качестве обработки входящих обращений. Пожалуйста. Раз, раз. Да, поставьте, пожалуйста, презентацию. А, все, я могу менять. Коллеги, добрый день. Меня зовут Алексей Лазукин. Я руководитель компании телеком-новация. Ну, многие, наверное, нас знают или слышали, по крайней мере. Ну, вот примерные итоги нашей десятилетней работы. Это более 400 операторов, с которыми мы работали. И в географии Россия и Средняя Азия. Вот как-то другие республики бывшего Советского Союза у нас не пошли. А эти, как бы в них у нас сотрудничество с операторами плотное. Значит, мой сегодняшний доклад будет посвящен такой, может быть, даже, ну, как сказать, кто-то посчитает там теме примитивной. Это доклад на самом деле двухлетней давности, когда мы его заявляли на кросс, который отменили из-за пандемии. Ну, тема вроде простая. И организаторы, когда мы ее заявили, они сказали, ну, что-то очень просто, придумайте что-то другое. Мы взяли несколько звонков входящих, как обрабатывают операторы входящие звонки с типом новое подключение. Отправили организаторам, организаторы их отслушали и сказали, давайте. Да, тема актуальна, действительно, мы видим проблему. Поэтому она не решается, поэтому давайте ее осветим. Начну я со статистики. В том году, в декабре, мы провели такое масштабное исследование. Порядка, наверное, 110 операторов связи мы протестировали по трем моментам. Это обработка входящего звонка типа новое подключение, оценка того, как продают, как управляют выбором тарифа абонента, оценка того, как продают дополнительные услуги и оценка того, как оператор работает с оттоком. То есть эти данные мы обобщили и в презентации я хочу ими поделиться. Вот первый слайд. Он у нас показывает распределение статистики по 110 операторам, как сотрудник конкретного оператора реагировал на желание абонента стать, потенциального абонента стать реальным абонентом. То есть звонок был следующего содержания. Здравствуйте, мы хотели подключиться к вашей сети. И мы оценивали, происходит ли управление, осознанное провайдером выбора тарифа. Мы все знаем, что тариф у нас может быть за 400 рублей, за 600, за 800. То есть их всегда некое множество. И сейчас абоненты не садятся всегда на самые дешевые тарифы. Но весь вопрос в том, понимает ли оператор, что этим процессом можно управлять, что можно на это воздействовать, делать так, чтобы больше абонентов выбирало более дорогие тарифы. И получилась следующая картина. Просто перечисляют все тарифы 52% операторов. То есть у них диалог строился по принципу. Здравствуйте, у нас есть тариф за 400, за 500, за 600. Выбирайте любой. Предлагают только самый дешевый тариф. То есть вообще начинают с акции 18%. Значит, следующая группа, сверху вторая, третья и четвертая, это некое отражение того, что эти операторы уже пытаются тарифом управлять. То есть тем, какой тариф абонент выберет. В одном случае, если мы берем, значит, четвертый сверху, сразу предлагают самый дорогой высокоростной тариф. Вот. В принципе, это мы считаем нормальным инструментом. То есть если ты не хочешь заниматься обучением своего персонала, прокачкой его там скиллов, ты просто можешь директивно сказать, начинай продавать самого дорогого. Это в любом случае даст больше результата, чем если это дать на откуп. Конечно, это такой процесс неосознанный, но тем не менее это работает. Некоторые идут еще дальше и, например, предлагают в линейке только один тариф, 100 мегабит. Это тоже отражение того, что оператор пытается управлять. И реально вот выясняют потребности, чтобы предложить более скоростной тариф или пакет всего 5% операторов. То есть из 100% только 26 реально что-то делают в этом направлении. Остальные как бы отдали это на откуп своим сотрудникам и никак этим процессом не управляют. Следующий слайд отражает то, как в этих 110 операторах в этом исследовании распределились до продажи. Не секрет, что сейчас идет такой тренд вводить больше и больше услуг. Производители больше предлагают оборудование, услуг больше становится. Поэтому возникает необходимость очень качественно организованных до продаж. Например, по нашей оценке, все вы знаете, что есть конвергентные тарифы у сотовых операторов. Вернее, у операторов, в которых есть и сотовые сети и ШПД, у них есть конвергентные тарифы. И на этих тарифах уже более-менее ощутимое количество абонентов. Так вот большинство этих абонентов продали сотовый тариф, когда они обратились за подключением к услуге интернет. То есть не когда ходили по квартирам и продавали, а когда первое, они позвонили подключить интернет, им продали сразу пакет, а второе, конечно, когда обзванивали сами абонентскую базу и продавали. Итак, значит, ситуация, когда у оператора несколько услуг, звонит абонент, говорит, я хочу подключить интернет, а ему предлагают только интернет и больше ничего. Но это больше половины, 56%. То есть потенциал как бы не задействован. У всех есть телевидение в разной форме, кабельное, смотрешка, IPTV и так далее. Но в половине случаев это не продается. Но в половине, правда, продается, но в половине нет. Предлагают только вторую услугу. 33% из вот этого исследования. А новые фишки, которые сейчас вот типа вот уже на низком старте, там умный домофон, видеонаблюдение, умный дом, ну всего 9% об этом говорят. И только 2% реально пытаются раскрыть абонента для того, чтобы продать ему весь набор услуг, которые есть у оператора. То есть цифры, мне кажется, такие как бы, ну, достаточно скромные, так скажем, мягко говоря. И еще один слайд, значит, он показывает то, каким образом распределяется работа с оттоком у нас в этом исследовании. То есть я напомню, было 110 операторов, и они тестировались, значит, ну, звонил наш сотрудник, представлялся абонентом компании и говорит, я хочу расторгнуть договор. Вот в 60%, в 63% случаев ему просто рекомендовали перестать платить. Не платите, договор расторгался автоматически. То есть не выясняли причину, не пытались удержать. То 63% операторов, то, что у них отключаются абоненты, их не интересует. Я думаю, совершенно не критично считать, что это входящий звонок, там типа, а мы на самом деле их обзваниваем. Если ты работаешь с оттоком, у тебя все каналы должны быть охвачены единым бизнес-процессом удержания абонента. Сам он позвонил, ты ему позвонил. От этого не меняется. Меняется только канал коммуникации, но не меняется ничего остального. В 30-28% случаев для расторжения договора нужно, ну, тебя отправляют в офис, приходите в офис или присылайте заявление на электронную почту. То есть это тоже некая такая попытка управлять процессом, но она такая, как бы кто до офиса дойдет или кто это сообщение на почту отправит. И только в 9% случаев реально абоненты пытались удержать. То есть реально предпринимали какие-то действия, выясняли причину, предлагали метод удержания для того, чтобы абонента сохранить. Вот. На этом у меня часть такая вот официальная, как бы закончена. Мне просто казалось, ну, показалось перед презентацией, что лучше мы с вами несколько разговоров еще послушаем. Это просто будет более наглядно и более ярко эту проблему подсветит. Поэтому мы подготовили три записи разговора. Это два коротких разговора региональных оператора с типом новое подключение. И один разговор, ну, крупного федерального провайдера. Я думаю, вы все его в разговоре узнаете. И вы, ну, то есть ощутите, как бы, как сказать, сами, насколько это все дело разнится, вот, помимо вот этой вот сухой статистики, которую мы привели в таблице. Можно вас попросить поставить первую аудиозапись? Скажите, пожалуйста, Андрей, интернет нужен. Сколько стоит там подключиться? Подождите, пожалуйста, по какому адресу хотите подключиться? Марк Твен 17. По оптовалконной технологии по вашему адресу стоимость подключения будет 3500 рублей. Подключение, условно, бесплатное. То есть вся сумма на ваш лицевой счет после подключения переводится. И первые несколько месяцев за доступ в интернет вы не платите, в зависимости от цены тарифа ежемесячного. То есть, например, тариф есть до 100 мегабит в секунду, 690 рублей, и при данном тарифе вы первые пять месяцев за интернет не будете платить. Ясно, ясно. Так, ну, ладно, давайте я тогда еще подумаю, к вам, не к вам. Хорошо, подумайте. Как надумаете звонить? Будем же звонка. Все, всего доброго. До свидания. Это, на самом деле, оператор с выручкой 300 миллионов рублей. Ну, мы, естественно, не раскрываем, кто это. У него есть интернет по технологии PON, IPTV, смотрешка, видеонаблюдение, количество тарифов интернет 5. В данном случае мы с вами видим из анализа разговора такого короткого, что выбором тарифа абонент, в смысле сотрудник не управляет, дополнительные услуги не продает, на конверсию ему, в принципе, до лампочки, потому что, ну, захотите, перезвоните. Ну, и с никакими там аргументами, вернее, возражениями, типа, я подумаю, работа не ведется. То есть это не маленький провайдер, это, в принципе, таких провайдеров, я думаю, в России может быть до сотни такого размера. Второй разговор поставьте, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, а по Мальцеву вы подключаете кабельное? Мальцевый дом какой? Третий. Да, подключаем. Так, а сколько стоит? Подключение бесплатное, если есть кабель, если кабеля нет, то стоимость кабеля и протяжка 300 рублей. 200 рублей тариф в месяц. Ага, понятно, ясно. Подключаем только на собственников, соответственно, при этом должен оформить договор собственник с паспортом, либо тот, кто прописан с паспортом. Ага, понятно, понятно, ясно. Ладно, хорошо, подумаю. Спасибо. Этот оператор в городе работает с населением 20 тысяч жителей, выручка около 30 миллионов рублей в год. КТВ, доступ в интернет, АТТ-сматрешка. Ну, мы видим с вами, что было обращение по КТВ, доступ в интернет не допродавался, интерактивное телевидение не допродавалось. Количество тарифов в интернет тоже 5 и никак, ну, в данном случае, как бы не велась работа относительно допродаж, увеличения тарифов или слежения за конверсией. Я говорю, тема очень простая, но, тем не менее, она вот, ну, горячая. И вот давайте мы послушаем запись разговора федерала, в принципе, подытожим и завершим. Поставьте перейти, пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел бы оставить заявку на подключение. Какие услуги вас интересуют? Интернет, телевидение? Ну, интернет, наверное. Интернет для домашних целей, для организации? Да, для домашних целей. Крестный дом, квартира у вас? Квартира. Телефон есть домашний? Подробно адресу заявить, я прям. 17. 17. Как могу к вам обращаться? Алексей. Алексей, оставайтесь, пожалуйста, на линии, я вам проверю техническую возможность. Вы за ожидание, Алексей, есть техническая возможность подключения интернета и телевидения по выделенной линии по оптоволоконному кабелю будет осуществляться подключение. Скажите, пожалуйста, в интернет для каких целей планируете? Может быть, в онлайн-играх кто-то у вас в пинге играет, для сфотписей, для скачивания информации? Ну, для видео, наверное, больше. А скажите, телевидение вообще какое-нибудь подключено? У вас кабельное, спутник, у вас... А, нет, никакое не подключено. А телевизор есть? Ну, конечно. Давайте подключим наше телевидение. У нас сейчас выгодный тариф, называется он «Две развлечения везде». В данном случае интернет будет на максимальной скорости до 100 мегабит в нем и ночью безлимитной. Телевидение цифровое более 180 каналов в тех цифровом качестве, плюс подписка будет на 3000 фильмов и сериалов. И также в рамках данного пакета предоставляется вам пользование мобильной связью от нашей компании, сим-карта от Ростелеком. С этой сим-карты можно звонить на телефоны Ростелеком. Вот сим-карта у меня не интересует, девушка. Сим-карта мне не нужна, точно. Может, выслушайте и перейдете на нашу связь. 640 рублей общая сумма оплата интернет или мобильная? Ну, нет, не будем менять. У нас сейчас как бы уже все есть, спасибо. Вы можете переключиться на нашу связь, сохраняй немного. У нас безлимитный интернет мобильный. Я понял, но давайте я все-таки без сим-карты. Без сим-карты, хорошо. Тогда следующий тариф действует, например, тарифный план называется. Для начала интернет будет со скоростью до 100 мегаби днем и ночью, телевидение цифровое, выше 160 каналов, 675 рублей, общая сумма оплата. Как такое предложение будет? А есть что-нибудь подешевле? Есть тариф, да, легкий переход называется. Здесь будет скорость до 50 мегаби днем и ночью, интернет, телевизорный пакет легкий, 605 каналов, 415 рублей общая сумма платежа. А, ну это уже интересно. Слушайте, вас пользуются, допустим, подключить только интернет, например, за 400 рублей в месяц, тарифный план для экономно, скорость до 70 мегаби. Роутер, Wi-Fi мы можем вам предложить купить, либо просрочку оформить, либо арендовать. Роутер у нас премиум класса, повышенная пропускная способность, двух терапозоны, работа. На долг частот, низкое мероприятие у него и высокий уровень информационной безопасности. 3500 можно приобрести, можно в расстрочку взять 149 рублей в месяц на 2 года. Если не хотите, тогда можно взять в аренду такой роутер именно за 30 рублей в месяц. Я понял. Ну, в принципе, смотрите, как, давайте сейчас я тут жену переговорю, да, и вам буквально перезвоним минут там через, ну не, не минут там, где-то часа через два. Часа через два. Да. Ну, а на чем будете думать, Алексей, в чем сомнение, наверное? Нет, сомнений нет. Если не хватит роутер, как вы можете обычный роутер зарубить месяц в аренду. То есть в 415 у вас будет уже свородование в интернет-телевидении роутероприставка. Я вам перезвоню. Да, во сколько получается? Через два часа? Сейчас половинку, пламя первый приблизительно, да? Да. 12.30. Хорошо. Ну, давайте тогда я вам на данный номер телефона перезвоню. Давайте вам напомню. Пакет легкий переход интернет и телевидения 65 каналов 415 рублей. Если просто интернет в максимальной скорости 100 мегабит днем и ночью 500 рублей, интернет со скоростью 70 мегабит для экономных называется 400 рублей только за интернет. Или пакет интернет, телевидение, мобильная сеть, вот, зря вы не дослушали, самый выгодный, 640 рублей. Ну, мы не будем менять сим-карту уже номера, все родственники знают, не будем заморачиваться. Так, снимаю, что вы уже привыкли к тому. Но вы можете взять нашу сим-карту и свой номер телефона, и ее перенести, и все. Там безлимитный интернет, безлимитное общение внутри сети по России, 500 минут на других операторов тоже по России, и 100 смс. Хороший тарик. Понял вас. Ну, давайте, хорошо, я с ней обсужу тогда, через пару часов. Все, давайте, я тогда в плаве первых приблизительно наберу. Все, ожидайте, пожалуйста, моего звонка. Сейчас нужно вставаться на линии для скачки и обслуживания. Мне сказали еще, что у нас есть услуга видеонаблюдения, может быть, еще супруга отдам на услуге творить. Может быть, часто уезжает и оставляет жилье без присмотра. Возможно, деньги дома. Наверное, нет. Все, давайте на этом остановимся. Хорошо, тогда ожидайте. Сейчас можете оставаться. Здесь мы с вами видим, что федерал реально пытается управлять стоимостью тарифа. Если разница между тарифом за 640 и за 415, она составляет примерно 50%. Мы не говорим, что сейчас все абоненты там только на самый дешевый тариф подключаются. Слава богу, это не так, потому что психология людей такая, коллективное поведение. Но если мы этим процессом будем управлять, то явно средние чеки, которые будут на входящих, у нас будут выше. С допродажами вы видите, как работа выстроена. Чек вцепляется, как клещ, как бы не отпускает. Ну и в принципе все видны этапы продаж, да, и выяснение потребностей, презентация приведена хорошо, и возражения отрабатывались по максимуму, да. Ну и видно, что сделку она завершает, оставляя за собой вариант перезвонить. Вот, поэтому, как бы подытоживая свою презентацию, если работу оператор связи, она кажется очень простой, надо ее запускать, вот, ее настроить, то мы считаем, что вполне реалистичен рост чека среднего по новым подключениям до 25%. Конверсия на 5-7% вырастет из тех, кто звонит, из тех, кто становится абонентами, да. Среднемесячный отток должен снизиться процентов на 10, потому что мы тщательнее начнем с ним работать. Естественно, будет больше опакетченных абонентов, ну и можно будет увеличить заработную плату сотрудников контакт-центра без нагрузки на бюджет, потому что они фактически эти деньги заработают для компании, и компания им их отдаст. Да, они сделают больший результат, получат за это, но это будет не из кармана собственника, они фактически с рынка эти деньги сами себе принесут. На этом у меня все. Надеюсь, у меня получилось актуальность проблемы это поднять. Спасибо. за внимание. Есть ли какие-то вопросы? Пожалуйста, у нас микрофон один в зале по центру прохода, один здесь. Вы считаете, что последний разговор это был идеальный разговор? Ну, он очень хороший. Мне очень нравится. Субъективно. А мне показалось, что он больше будет делать? Когда ты пытаешься продать много услуг, отрабатываешь возражения, проводишь презентацию, ты, ну, в принципе, в минуту не уложишься. А он не сказал, что слишком много тарифов продать? Ну, я говорю, что он не идеальный, но он один из лучших. Согласен. Можно было тарифы не перечитать. В конце можно было акцентировать внимание на том тарифе, который в процессе разговора сформировался. Ну, к принципу. Вы хотите, как сказать, чтобы мы с вами сценку разыграли? Ну, посмотрим. Подумаю. Я можно присоединиться к этому вопросу? Не является ли слишком навязчивым поведение продавца в такой момент? В каких-то случаях не будет ли оно негативным? Смотрите, коллеги, я хочу такой момент сказать. Вот, например, повышение цены операторами. Если мы рассмотрим, посмотрим на эту ситуацию, это вообще мега клиента неориентированная акция. Мы повышаем цены, абонент. Это мега, она не клиента ориентированная. Сложнее что-то придумать другое. Но это работает. Это работает, это выручку повышает, а ток не увеличивает. Значит, и такого рода навязчивость, ну, в кавычках, она имеет свой результат. Ну, такая наша точка зрения, как бы, ну, это бизнес, как бы, не попытка любыми средствами, любые хотелки людей удовлетворить. Вот я соглашусь с коллегой, вот в этом разговоре последнем, который вы привели, в конце уже у потенциального абонента в голосе чувствовалась нотка раздражения от того, что ему там пытаются, пытаются напихивать, 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 и прям по голосу было слышно, что он, в принципе, немножко уже вскипает, да, как и многие из нас, когда нам пытаются что-то продавать. Так вот вопрос, где та грань, где, с одной стороны, до продажи принесут бонус компании, а с другой стороны, излишней до продажи, излишняя навязчивость принесет негатив в сторону компании от потенциального абонента. Спасибо за вопрос. Я бы предложил на эту ситуацию посмотреть с точки зрения статистики. Вот, наверное, четкого ответа нет, но если мы следим за конверсией, да, из тех, кто обратился, в тех, кто подключился, отслеживаем причины, по которым те, кто не подключился, отказались от подключения, нам будет понятно, ну, то есть нам будет более четко понятна эта грань. Я за то, чтобы, вернее так, видя текущую ситуацию у региональных провайдеров, я за то, чтобы по максимуму абоненту продавать дополнительных услуг. Возможно, кому-то это не понравится, но это будет единицы по сравнению с тем благом, который получит оператор. Очень частый случай, когда у меня 10 тысяч абонентов по интернету, и там 200 абонентов на какой-то другой услуге. Но это, как бы, я считаю, ненормальная ситуация. Зачем мы так запускаем? Надо же опакетчивать как можно больше, как можно больше опакетчивать, как можно более дорогие тарифы продавать. Ну, к сожалению, я вот думал на эту тему. Мне кажется, вообще, если всю экономику рассмотреть, то идет некая гонка, как мы в разных отраслей вытащить максимум денег у населения. Да, если мы в этой гонке будем отставать, то мы никакого преимущества не получим. Просто эти деньги из населения возьмет кто-то другой. Например, производители продуктов питания. Ну, мне так кажется, у меня такое ощущение. Все пытаются там цены поднять, еще что-то сделать. Вы знаете, у нас в Петербурге есть замечательная некая стоматологическая сеть, которая звонит, ну, два-три раза в неделю предлагает какую-то стоматологию. Это уже притчевые языцы, да. И в ответ на любой звонок, это стоматология Санкт-Петербурга. Многие из моих друзей и знакомых уже предлагают, чтобы у них выросли зубы в разных всяких местах. Ну и тому подобные истории. То есть, как бы, ну, предел-то все-таки должен быть. Правильно, корректное замечание. Мы говорим о входящем потоке. Потому что там всякие активные продажи, телесейлс. Это уже такого более сложного плана реализации. Когда клиент тебе сам звонит, он тебя уж фактически выбрал. И вот в этот момент его, ну, лучше взять тепленьким. От этого ему хуже не станет. Не возьмем мы с него дополнительные средства, да, не продадим мы ему услуги, которые, может, ему не нужны, но он бы иначе и не попробовал, ну, ему продаст кто-то другой. Другая отрасль, ему продадут там какие-нибудь там, не знаю, зубы там, еще чего-нибудь, что ему тоже не особо нужно, но просто они будут эффективнее. Ресурс видит денег у населения, он ограничен, да, и поэтому все пытаются им распорядиться в свою пользу. Спасибо. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ